Поближе, соответственно, принять инвестиционное решение. Чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, что может произойти с этой акцией. А как же быть с манипуляциями? С манипуляциями? Наверное, это задача уже организатора торгов. Организатор торгов, в принципе, украинская биржа, которая является сейчас наиболее ликвидной площадкой на данный момент, она достаточно хорошо пресекает попытки манипуляции. Это все четко прописано в правилах торгов на украинской бирже. И все возможные манипуляции, будь то в залет индекса на больше, чем на 15%, либо падение бумаги на 30%, это должно пресекаться. Для интернет-трейдеров это хорошо или плохо? Ну, понятно, хорошо. Интересно, кстати, вот насчет, есть, наверное, сомнения в том, что все манипуляции можно пресечь. Например, такая манипуляция может быть несколько скрытая. Брокер знает о финансовых результатах компаний, которые еще не оглашены. Ну, в силу каких-то, то ли они их размещали в свое время, то ли еще как-то. То есть они знают это. Они могут делать операции согласно этой информации. Другие люди об этом не знают. Вот это тоже, по сути, манипуляция. Это инсайдерская информация. Вот эти вещи, они на украинском рынке очень популярны. Ну, относительно того, насколько они популярны, нельзя судить, такой статистики нет, наверное. Ну, конечно, ее не будет. Это чисто, опять же, интуитивно, насчет того, что это могло бы быть. Но это есть все-таки. Мне лично один из топ-менеджеров компании сказал, я зарабатываю 100% на инсайдерской информации. То есть, соответственно, что это, спекуляция или не спекуляция? Как это вообще? Ну, на самом деле, что такое спекуляция? Да, это извлечение прибыли. Вернее, манипуляция. А, манипуляция. Ну, вот. Манипуляция, это, в принципе, ты планомерно, когда изменяешь текущую стоимость актива, актива, да, в целях какой-то там конкретной выгоды. Боюсь, что, действительно, манипуляция – это больше разговор брокеров, которые обладают хорошими суммами для этого. Поскольку им же для манипуляции нужно сдвигать рынок на определенное количество пунктов. Руслан, скажите, сколько, вы можете сказать, сколько ваших клиентов в плюсе? По статистике, если, знаете, так, статистику по клиентам достаточно тяжело вывести, потому что они могут выводить активы, и, соответственно, существенно изменяется в плюсе. Разные методики, да, существующие в плюсе. Ну, процентное соотношение на этом. Просто приведу статистику в общем по рынку, да, то есть конкурс «Лучший частный инвестор» показал, что порядка где-то 60-70% людей на этом конкурсе, они оказались в плюсе. При этом октябрь был достаточно месяц такой неприятный для рынка, но затем мы увидели такой ралли. В прошлом году, да? Да, это прошло. Не настолько неприятным, как май прошлого года. Ну, май прошло года то... Да, и вот там как раз проходил еще один конкурс, да, насколько я помню. Ну, смотрите, интернет-издание «Экономическая правда» проводило конкурс среди интернет-рейдеров, назывался он «Фондовые перегоны», и из 24 участников всего лишь 3 было в плюсе. Один из них профессиональный участник рынка. То есть статистика такая не самая хорошая. И это было тогда, когда рынок сильно упал в мае. То есть получается, когда рынок нормальный, растет, все хорошо, всем хорошо. Потом наставят такой вот май 2010-го, да, и... Да, можно вернуться к этому конкурсу, посмотреть, что там достаточно большой процент людей показали динамику лучше рынка. А это тоже показатель. То есть упали не на 50%, а на 45%. Да, но почему это важно? То, что потом в конце, если они придерживают своей стратегии, в конце года, они, в принципе, могли показать динамику, если они показывали чуть лучше индекса, а динамика индекса была 68%. В принципе, доходность 68%, как по мне, это внушительный показатель того, что можно инвестировать. Поскольку я сомневаюсь, что какой-то бизнес может дать такую высокую доходность. Легально. Ну, да, это хорошо сказали. А вот, кстати, вот интересный такой вопрос. Смотрите, получается, человек, который пришел на фондовый рынок, вот он интернет-трейдер, он сталкивается с массой участников. Это, с одной стороны, такие же интернет-трейдеры, это полбеды, но также он сталкивается с действиями крупных игроков. Фонды, брокеры, иностранные инвесторы. Какие шансы у него? По сути, они, деньги-то где-то делятся, кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Какие шансы у него против таких профессиональных участников? На самом деле шансы у него есть, поскольку чем, как правило, чем меньше у тебя сумма, ну, статистика, думаю, для кого не секрет, что чем меньше сумма, тем проще показать более высокую доходность. А вот когда уже у вас сумма достигает нескольких миллионов, то уже при покупке может не хватить, или продажи может не хватить так называемой рыночной ликвидности. То есть цена актива будет существенно изменена одной вашей операцией. При небольшой сумме данных рисков практически не возникает. Вы покупаете, продаете, при этом изменения по данному активу не происходят значительно. Соответственно, у клиента с небольшой суммой, относительно небольшой, у него есть хорошие шансы показать хороший результат. Опять же, конкурс, который проводился в украинской бильже, лучший частный инвестор, показал, как клиент с 5000 гривен показал доходность больше, чем 120% за период конкурса. Вы знаете, я неоднократно слышал о том, что профессиональные участники, профессиональные торговцы, они играют против интернет-трейдеров. По сути, против кого они им играть? Какого-то там сговора, лично я, опять же, не слышал. То есть то, что торговцы играют против интернет-трейдеров. На самом деле, торговцы заинтересованы в том, чтобы создавалась ликвидность, чтобы количество интернет-трейдеров увеличилось и, соответственно, чтобы обороты росли. Ну и торговцы заинтересованы в том, чтобы получать прибыль. И, кстати, насчет прибыли, насколько рентабельный бизнес интернет-трейдинг? На самом деле, интернет-трейдинг это бизнес-масштаб, я бы так назвал. То есть, мало на данный момент компаний, которые способны извлекать из него прибыль. Это больше так инвестиция. Это инвестиция в развитие фондового рынка. Поскольку все понимают, что без привлечения частных инвесторов, так называемых длинных денег, существенного развития фондового рынка не будет в Украине. Соответственно, многие профессиональные участники, думаю, все профессиональные участники, они заинтересованы в том, чтобы количество интернет-трейдеров росло и также их качество. То есть, было не просто там клиент приходил, зарегистрировался, открыл счет и не торговал. А он был реальным инвестором, совершал операцию. Ну, то есть, по сути, я так понял, что компания привлекает клиента. Если он не профессиональный торговец, то, соответственно, он пользуется услугой брокериджа, правильно? Нет, он может пользоваться, опять же, любой услугой, которую представляет компания. Тут, опять же, дело выбора клиента. Что он выберет для себя? Мы видим, что интернет-трейдинг хочет популярную услугу. Реально популярную услугу. И, в принципе, об этом подтверждает показатель в том, что мы являемся лучшим онлайн-брокером. При этом у нас достаточно хорошие показатели по фондам и по брокериджу. А вот, просто интересно, действительно, я так понимаю, сколько я приношу своему брокеру. То есть, суммы небольшие, в принципе. Комиссии довольно низкие сейчас. Вот, все-таки, я думаю, пока эта услуга не окупает себя. Сколько нужно действительно иметь активных трейдеров, чтобы действительно брокер это дело окупал себе? Понимаете, тут даже нюанс не в том, как активные трейдеры, а вот именно оборот этих трейдеров. И, соответственно, думаю, достаточно 100-200 активных трейдеров, которые делают достаточно хороший оборот, чтобы этот бизнес окупался. У вас он окупается сейчас? У нас, мы являемся лидерами, но он окупается. То есть, наверное, вы первая компания, в которой этот бизнес окупается. Мы, на самом деле, делаем все для этого, чтобы этот бизнес был прибыльный. Поскольку мы понимаем, что это бизнес ни одного года, ни двух. Соответственно, мы проходим тот путь, который проходили банки, когда первоначально было корпоративное кредитование, а потом перешли до физических. Вы занимаетесь демпингом? Демпингом? На самом деле, ни один крупный брокер в этом не заинтересован. За счет того, что демпинг к чему хорошему не приводит. Клиенту нужно оказывать качественный сервис. А качественный сервис, соответственно, возможен, когда ты можешь нанять на работу квалифицированных сотрудников, и, соответственно, они смогут качественно предоставлять аналитическую поддержку, консультационную поддержку. Соответственно, демпинги не заинтересованы крупные игроки. В качестве привлечения клиентов даже этот путь прошла Россия, когда они существенно понизили цены, а затем некоторые брокеры ушли с рынка. Вот факт. А в России используются транзитные счета, и на этом они зарабатывают. В Украине вы используете такие счета? Транзитные счета необходимо использовать, если вы предоставляете услугу, к примеру, такая, как маржинальная торговля. То есть, когда вы можете использовать эффект финансового плеча. То есть, использование активов брокера для совершения операции внутри дня. Это очень распространенное явление, транзитный счет. Но в России действительно есть такой момент, что активы клиентов при подписании договора они имеют право использовать. В Украине такого нет, и, соответственно, мы не используем активы клиента. Нет, почему? Это запрещено законодательно, что нельзя использовать активы клиента. Но вам вообще неинтересен такой вот способ? Это достаточно интересно, на самом деле. Это новая возможность для развития рынка, за счет того, что можно использовать активы, это не бесплатно, использовать активы клиента. Например, он ими не пользуется, у него лежат какие-то активы. Российский брокер практикует 1-2-3% годовых, и, соответственно, клиенту это тоже интересно. Он долгосрочный инвестор. В течение 2-3 лет у него стратегия. Используются эти активы, и, соответственно, он получает прибыль инвесторов, и получает какой-то доход от этих операций сам брокер. Это достаточно интересно, возможно, для фонда. То есть, в принципе, есть перспектива, что у нас все-таки тоже будут какие-то законодательные подвижки? Мы постепенно двигаемся, да. Когда создался интернет-трейдинг, рынок заявок появился на украинской бирже, то законодательно не было урегулировано проблемы налогообложения интернет-трейдеров. Пришли к этому, пришли. Когда запустили рынок срочный, то не был урегулирован вопрос налогообложения фьючерсов. Сейчас уже как? Сейчас, связи с новым наукокодексом, да, это все урегулировано. Да, насчет этих транзитных счетов, там у нас была графика на эту тему, вот чтобы наши зрители тоже понимали, о чем мы говорим. Допустим, есть несколько интернет-трейдеров, которые имеют разные активы, да, там есть Азовсталь, есть Матерси, есть Центр Энергии. Есть некий транзитный счет, на котором эти активы аккумулируются. В результате другие участники, или те же, кстати, могут брать у брокера плечо, да, то есть они могут покупать с плечом, они могут брать для короткой позиции, то есть для продажи эти акции. Вот, соответственно, это делает ликвидность очень высокой, да, то есть то, чего нельзя было бы сделать без этого транзитного счета, который аккумулирует эти активы. Вот, то есть, в общем-то, действительно, вещь довольно полезная, довольно нужная для рынка. Вот, и нужно надеяться, что в ближайшем будущем все-таки законодательство как-то поменяется. На самом деле, действительно, это очень хороший вариант для развития рынка, да, для повышения ликвидности, как мы видим, что после запуска маржиона на торговле ликвидность рынка действительно поднялась за счет использования активов, которые есть на транзитном счете. На фьючерсном рынке, например, счета, которые создаются, они, по сути, транзитные. То есть, фьючерс сам по себе такой инструмент. Да, соответственно, там уже такая проблема решена. То есть там уже есть транзитные счета, и компания может зарабатывать. Аналог транзитного счета. Поскольку фьючерс – это неценная бумага, там такое понятие, как транзитный счет, его в природе не существует. Ну и в России, действительно, самый ликвидный инструмент – это фьючерс. Индекс РТС, да. Фьючерс на индекс РТС. Так что в Украине сейчас тоже вот… Да, мы тоже видим, что фьючерс на индекс РТС, извините, на индекс украинской биржи, он уже показывает ликвидность, которая сравнима с ликвидностью на рынке заявок. То есть обороты уже достигли. К примеру, вчера было на рынке заявок 103 миллиона, а на фьючерс на срочном рынке было 105 миллионов. То есть следующий шаг – это рынок акций, рынок ценных бумаг, то есть классических транзитных счетов, правильно? Думаю, что в скором времени многие брокеры придут, поскольку даже перевод активов можно осуществлять быстрее, есть схемы для перевода. Думаю, это тоже этап развития рынка именно фондового транзитных счета. Так, сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике «Детектор рынка». Мы будем задавать вам вопрос. Ваша задача – ответить «да» или «нет». А вы зарабатываете на клиентах интернет-трейдинга? Да. Лично когда-то торговали акциями? Да. Вы делитесь с клиентом инсайдерской информацией? Нет. Играют ли ваши брокеры против клиентов? Нет. А вы советовали своим близким и родным торговать на биржи? Да. Спасибо, Руслан. Спасибо, Александр. Тож, мы дійшли висновку, что поява интернет-трейдингу на украинском фондовом рынке призвела до подвищения его ликвидности за рахунок залучения внутричного инвестора. Кроме того, мы з'ясували, что перед тем, как спробовать счастье на фондовом рынке, необходимо запастись терпением и литературой, або рисковать. С вами был Петро Шевченко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова